Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 23 по 26. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Рече Господь, иже не со мною намя есть, иже не собирает, со мною расточает. Игда же нечистый дух изыдет от человека, приходит сквозе безводное место, ища покоя, и не обретая глаголет, возвращуся в дом мой отнюд уже изыдох. И пришед, обрящит, и пометен, и украшен, тогда идит и поймет семь других духов горших себе, и вшедше живут тут, и бывают последние человеку тому горша первых. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, начинается со слов Господа. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Показывающих, что если дело Спасителя – собирать во спасение, то дело дьявола, как врага человеческого спасения, совсем другое – расточать ради гибели. Тем самым Господь объясняет, что не может быть с ним тот, кто против него, ведь перед лицом любви и славы Христовой невозможно остаться равнодушным. Жизнь каждого человека определяется его отношением ко Христу – принять его или отвергнуть. Святитель Феофан Затворник поясняет, что же значит собирать с Господом – трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь обетованиями Его, жить так, чтобы духом жизни был Дух Христов. Есть в мире две области – добра и зла, истины и лжи. Только добро и истина составляют настоящее мнение, прочное и ценное. Но добро и истина только от Господа, и приобретаются лишь с помощью Его. Понятно, кто не с Господом собирает, тот не соберет истины и добра, не соберет того, что можно назвать настоящим имением, прочным и ценным. Притча о нечистом духе наглядно объясняет, что хотя бы Господь и заставил иудеев каким-либо поразительным чудом уверовать в себя, но нравственная их испорченность была настолько сильна, что через некоторое время неверие их возникло с еще большей силой и упорством, потому как неверие и испорченность в них и есть тот самый злой дух. Святитель Кирилл Александрийский замечает, «В израильтянах, когда они еще жили в Египте, как выдало служителях, обитал дух лукавый. Но потом он был изнан, потому что они призваны были через Моисея к богопознанию. Но поскольку они не уверовали во Христа, бес опять напал на них, ибо нашел их сердце пустым и не занятым никаким благочестием, словно бы выметенным, и поселился в них. Когда же они сделались Господа убийцами и виновными в бесчисленных преступлениях, тогда для них последнее стало хуже первого, потому что в них поселился не один только, но целое полчища бесов». В притче, рассказанной Господом, заключена фундаментальная истина. Дом нашей души пуст, пока он не занят Господом. И поэтому недостаточно просто изгнать плохие помыслы наряду со скверными привычками и расстаться с прежним образом жизни. Человек должен выбрать Бога, выбрать спасение, выбрать жизнь. И Спаситель много раз помогает нам, снова и снова освобождая от всякого рабства, снова и снова даруя свободу выбора. Но если человек остается нерадивым, праздным, невнимательным к себе, то злой дух и страсти, изнанные из него однажды, возвращаются к нему с гораздо большей силой. Ефимий Зигабен пишет, «Всякий, освободившийся от зла и не становящийся лучшим, подвергнется большему наказанию. Всякий, освободившийся от власти греха и опять сделавшийся для него легко доступным, заслужит этим еще более жестокое осуждение». Лучшим же способом уклонения от зла станет наполнение нашей жизни благими мыслями и совершение подлинно добрых дел, проявление милосердия к ближнему. «Только так мы истинно пребываем со Христом, собирая с Ним». Святитель Лука Крымский указывает, «Собирать для Христа значит собирать для тех, в лице которых предстоит Господь Иисус Христос, прося нашего милосердия, ибо когда, оказывая милосердие одному из меньшей братья Его, из обремененных горем и нуждой, оказывая милосердие самому Господу Иисусу Христу, мы тогда собираем достояние не для себя, не в себя богатеем, собираем для того, чтобы эти жертвы предшествовали нам, когда уйдем из жизни, чтобы святые ангелы понесли на золотых блюдах все наши добрые деяния, добрые побуждения, добрые мысли и слова впереди нас, к престолу Божию. Эти сокровища, собранные во имя Его, для Него, откроют нам путь, светлый путь в жизнь вечную, дадут радость великую. Если мы, дорогие братья и сестры, сознательно стремимся к духовной свободе, каемся в своих грехах и, убеждаясь в суетности всего земного и в своей немощи, снова идем вперед, совершая добрые дела и полагая свое богатство в Боге, то Господь непременно придет нам навстречу и будет для нас источником всех благ. Любя Господа нашего Иисуса Христа на земле, мы уже сейчас приобщаемся к полноте жизни, над которой не властны время и тление, и этого богатства никто у нас не отнимет вовек. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Душа моя, Господи! 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 Продолжение следует...